Здравствуйте, уважаемые телезрители. Эфир ОЛАТО 24. Продолжает программа «Еще не вечер» в студии работы я, Вера Черникова. Итак, полномочным представителям Кабинета министров в регионах мэрам городов необходимо взять под личный контроль ход вакцинации населения. Это поручение было дано во время заседания Республиканского оперативного штаба заместителям председателя Кабмина Джилдис Бакашевой. Она отметила важность увеличения охвата населения вакцинации. Об эпидемиологической ситуации в стране и в ходе проведения кампании по вакцинации мы поговорим с врачом-иммунологом ЦГСН Наренкуль Урозакуновой и руководителем отдела ФАТВЫ ДУНГ Рафаэля Маджи Татиковым. Сегодня они гости нашей студии. Здравствуйте, благодарю вас, что вы пришли к нам в студию, чтобы ответить на наши вопросы. Итак, мы сегодня продолжаем разговаривать о том, как у нас проходит в Кыргызстане кампания по вакцинации. И появилось очень интересное сообщение о том, что вакцины уже получили больше людей, чем всего было зарегистрированных случаев коронавируса в Кыргызстане. Скажите, пожалуйста, вот в последнее время количество людей, желающих получить вакцину, увеличилось? Да, понемножку увеличивается. Вы хорошо знаете, что мы начали 29 марта во всем Кыргызстане и в городе Бишкек. Тогда у нас было мало желающих получить вакцину. У нас тогда работало только в трех привычных пунктах, которые организованы в центрах семейных медицины. А в данный момент у нас организованы во всех привычных пунктах, то есть это государственные медицинские центры, которые работают до 23.00, и потом, которые мы еще получили дополнительные вакцины Сенофарм Китайской Республики, 1 миллион 250 тысяч доз, это рассчитано на, мы в город Бишкек получили 240, и из-за этого мы в связи с получением большего партии вакцины, также для уменьшения распространения коронавирусной инфекции по городу Бишкек, мы открыли временные пункты дополнительные. Это, получается, торговые центры по четырем районам, также рынки наши, также в вечернее время работают парки Курмандян-Датка около Аллато площади, также парк здоровья есть у нас, где молодежь больше в вечернее время проводит свое время, мы там тоже организовали время прививочный пункт, поэтому население больше начало прививаться, потому что им получается удобно прийти в торговый центр или в парке, где они гуляют, получить прививку, только если у них рядом с собой есть паспорт, они получают прививку, поэтому у нас увеличивается получивших прививку. Итак, глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Муфтизамир Кары-Ракиев также получил прививку от коронавируса, и сегодня информационные сайты сообщают, что его состояние стабильное, он чувствует себя хорошо. Скажите, пожалуйста, я знаю, что ДУМК издала фетву о вакцинации, каково его содержание? Ну, содержание фетвы, если в общих словах, в общих чертах сказать, мы недавно вместе с Советом Улемов разработали фетву, они приняли ее, там сказано, что вакцинация дозволена, если Минздрав или соответствующие работники скажут, что действительно в ней есть польза, она не несет себе вред, то есть вреда для здоровья человека нет, то есть мы как бы опираемся на медицинские заключения, то есть наша фетва в данном вопросе опирается в основном на медицинское заключение. Если медицинские работники говорят, что можно, то есть она полезна для здоровья, ничего вреда какого не будет, то тогда мы тоже, основываясь на их, мы тоже даем заключение. И помимо этого, скажем, во всем мире авторитетные исламские организации есть, скажем, Международная исламская академия фикха например этот они тоже исследуют разные вопросы да по касательного шариата помимо этого в египте скажем да вот дарлифта миссария они тоже то они тоже выдали такую фетлу что дозволено поэтому как бы мы тоже как бы опираясь не только ну как бы на их а в общем на заключение минздрава и как в подтверждение что другие организации тоже они принимают поэтому тоже приняли такую скажите пожалуйста сейчас разрешены джума намазы джума намазы как они проходят ну мы призываем граждан проводить джума намазы с соблюдением всех санитарных норм чтобы была обязательно дистанция была маска было антисептики чтобы даже свой день намаз приносили получается что сегодня в бишкеке в четырех мечетях города до будут проведены вакцинация всех желающих верующих в каких мечетях пройдет эта компания это получается центральная у нас мечеть по улице гоголя еще по новостройке хасым по улице конец также других адреса точно не знаю вот четырех выбрали которые муфтиат сам получил прививку как и показал своим сотрудникам как бы образец что он получил у него состояние хорошее и предлагает другим своим сотрудникам получить прививку поэтому после джума намаза мы это пожелание только кто хочет пожелание посадим она получит там наши бригады организованы мобильные бригады с четырех районов они будут приводить вакцина прививку также получили члены совета улемов имамы козыята бишкека и коллектив исламского университета кыргызстана скажите пожалуйста будет ли продолжена вот эта мера для того чтобы верующие смогли получить прививку в мечетях по всей республике да конечно если желающих много мы можем наши мобильные бригады метро работников могут выехать куда приглашают там организовать чтобы им удобно было после джума намаза или до джума намаза или в других днях если приходят мечети там организовать приличные пункты чтобы они получили там прививку скажите какие меры приняты для большего охвата населения вакцинации для вакцинации как я повторяюсь уже как по городу у нас раньше работала только семейных медицинских центрах прививку и как мы получили большую партию вакцины с нафарм и больше охватить население чтобы этот заболевать болезнь победить какой-то 19 мы организовали дополнительные первичные пункты чтобы всем было удобно торговых центрах как я сказала в зданиях общепроводательных учреждений это получается например высшее учебное заведение медакадемия техполитетический институт национальный университет бишкекский медицинский колледж где большее накопление людей будет чтобы им удобно было мы там организовали и в четырех центральных рынках тоже хотим организовать вчера только открылась аламидин базаре вакцинация приличный пункт до этого работала в чинаре еще орском рынке трудой пока еще думаем хотим организовать тоже там тоже чтобы люди не отходясь свое рабочее месте получить прививку получить более эффективные как информационный материал и там после прививки мы выдаем карточку где указано чтобы они на вторую дозу обязательно приходили и на вторую тоже мы тоже там можем организовать чтобы они не туда как бы с не искать другие привычные там где на рабочем месте получить прививку это у нас массы и мероприятия чтобы увеличить вакцинации среди населения скажите пожалуйста какие организации уже запросили чтобы мобильные группы к ним приехали и провели вакцинацию на рабочем месте очень много до до получения вакцины синафарм китайский нам же было где-то 10 более 10 заявок поступило от многих ведомств многих организаций это независимо от государственных частных а сейчас после получения синафарм вакцина у нас министерств многие ведомства дали заявки мы организуем выездные мобильные бригады где на рабочем месте проводим вакцинацию скажите пожалуйста как верующие относятся вот проведению вакцинации республики какое у них мнение ну наверно как и везде наверно как бы неоднозначно кто-то поддерживает кто-то возможно как бы негативно относится но в свою очередь мы как бы стараемся это пройдет здесь работа вот эту свету которая не издали мы донесли до всех имамов даже наши как бы представитель всего мусульмана всех мусульман он тоже пошел представитель совета улейма представитель французского университета тоже как бы провели вакцина показали пример а что говорится в священной книге куран о том что когда-то были вот определенные дань массовые заражения людей и как люди преодолели эти бедствия ну как бы в куране об этом нету урана тоже книга как бы руководство именно можно сказать в любом направлении ну есть определенные правила на основе которых принимается решение то есть они эти правила происходят из курана и сунны скажите пожалуйста как вы обеспечиваете температурный режим условия хранения и транспортировки вакцин потому что вы сейчас рассказали что выезжают мобильные бригады и работают и в торговых центрах и в парках и в организациях где организовано торговых точках мы там установили именно специализированные холодильники которые плюс 2 плюс 8 поддерживать температурный режим для хранения вакцин это да да это у нас вакцины тоже хранились плюс 2 плюс 8 поэтому чтобы удобно было мы специализированный холодильник установили нам помогла республика центр именно профилактики чтобы доставить эти вакцины где не достающие они выделили к мобильные бригады работают термоконтейнером у нас специальные термосумки это получается одна термосумка термоконтейнер их туда вкладывается термо холодовые элементы чтобы выдерживать температуру плюс 2 плюс 8 до 3 транспортировки где проводится вакцинация на месте хранения и после прибытия на назначенный пункт это у нас все соблюдается ежедневно монитор проводится утром и вечером чтобы температуру удерживать в холодильниках внедрена онлайн запись на вакцинацию скажите пожалуйста сколько человек уже воспользовалась этой услугой и насколько она удобна это удобно получается всем горожанам которые работают потому что в рабочее время у кого как заканчивается поэтому они записываются в онлайн электронную очередь им удобно но больше как и сказать могу но именно 8 поликлиника у них постоянно электронную очередь хорошо работает восьмой поликлиниках потому что они как бы пилотные был по ведению электронной очереди а в других поликлиниках а немножко где это сбой идет по электронке а так все используются электронную очередь электронный онлайн режимом очередь ставить кыргызстан получил более миллиона до доз вакцины синафарм скажите пожалуйста сколько человек будет провакцинирована вот этим количеством миллион 250 тысяч получили это получается на два доза 200 нас например бишкек город бишкек получили 240 тысяч доз это рассчитано на 120 тысяч человек это мы должны горожан и наших гостей приводить а общий карлестан на две дозы рассчитать это получается начали было говорено что мы получим две тысячи две тысячи двести пятьдесят тысяч доз это рассчитано получается на сказать на половины потому что один человек должен две дозы получить а достаточно ли вакцин в регионах регионах достаточно потому что все полученные вакцины у нас есть машины холодильник и рефрижиатор называется по республика которая обеспечит это с этим холодильник машиной и рефрижиатором доставлены во всех пунктах нашей страны во всей области сейчас данный момент с 11 июля начали вакцинацию и делаем и продолжим думаем что мы охватим всего населения где-то 70 процентов нашего населения планируется сделать вакцину 70 процентов до населения страны для того чтобы коллективный иммунитет был и что мы победили ковид 19 и вернулись к до ковидной жизни конечно говорят специалисты чтобы работали наши школы дети ходили на учебу и занимались с онлайн а оффлайн это в общем то мечта не только детей но и всех родителей скажите пожалуйста массовая вакцинация что это значит масса и вакцинации это означает это как бы я сказала охватить больше населения как вы сказали 70 процент населения мы должны охватить это массовое население краткий срок мы должны закончить всех населения при привить против ковид 19 но вот вы говорите что доставлено до более миллиона доз вакцины синафарм этого количества хватит чтобы охватить 70 процентов населения или правительство будет работать над тем чтобы дополнительно осуществить поставки вакцин в кыргызстан правительство работает это на 1 на 1 этап это до этого мы же получали тогда было меньше доз вакцины а сейчас это большая партия тысячи ты 1 миллион 250 тысяч потом на второй третий этап тоже поступок еще до такие вакцины мы заказы не наша республика заказала синафарм китайскую вакцину как мы к данный момент работаем еще британская вакцина стр-знак заказана и также идет российская вакцина спутник ви тоже заказана поэтапно только поступает поэтапно мы будем работать скажите пожалуйста как работает вакцина когда она попадает в организм человека когда вакцина организм человека попадает она как бы организм сама собой потом ответ дает некоторые боятся что после прививки я заболел у меня температура место прививки покраснение идет это обычная реакция должна быть потому что организм вырабатывает антитела против вируса COVID-19 поэтому здесь нельзя бояться что это ожидаемая реакция должно быть только потому что организм вырабатывает антитела чтобы выработался у нас иммунитет в организме такое единственное у нас само собой иммунная система работает и как мы вакцину вводим чтобы этот иммунитет наш еще больше работал больше выработался чтобы мы помогли это победить вирус коронавируса если мы заболеем может ли человек заболеть COVID-19 после того как он получил вакцину у него в крови есть антитела может заболеть это стопроцентно дает что мы не заболеем потому что иммунитетная система постоянно организм сбой дает получается человек стресс иногда перехлаждение вот иногда вот в это время когда иммунитет сбой дает можно коронавирусом опять заболеть но только вакцинированный человек оказывается переносите легче если по сравнить с прошлогодним заболевшим легче переносится некоторые симптомы даже не почувствует более 39 если градус будет она будет повышение температуры чувствовать а другие симптомы оказывается не будет чувствовать она легче переносится организмом человека вот вчера у нас был такой вопрос от наших телезрителей когда спрашивали вот человек получил вакцину но при этом он болеет COVID-19 нужно ли ему повторно делать первую дозу а потом уже вторую нет если он получил прививку и заболел получил прививку заболел сразу нельзя прививку опять получит это в должен время потому что организма уже вырабатывается антитела против коронавирусной инфекции поэтому ревакцинация пока еще у нас не оговорено мы как бы против гриппа мы же каждый год получаем прививку и против коронавируса также получится мы каждый год должны прививаться чтобы остановить эту пандемию во всем мире поэтому не через заболевший через месяц через 6 месяцев через год мы должны повторить вакцину скажите пожалуйста а вот к вам обращаются люди по поводу того кому можно кому нельзя делать прививку противопоказания есть определенные и в общем-то нежелательно чтобы человек например в период аллергии сделал прививку или допустим тот кто перенес инфаркт наш телефон как короче телека как короче по городу обращается как мне я болею получить или не получить у меня аллергия тяжелый это мы тогда уже даем рекомендации противопоказания всемирной организации здравоохранения дано именно против коидной вакцины вакцины от 18 до 18 лет нельзя беременным кормящим остальным в возрасте можно получить прививку а у кто у кого есть хроническое заболевание он должен пройти усвоил врач лечащего врача все анализы сдать если лечащий врач дает организм может принимать вакцину вакцину разрешение дает тогда этот человек может получить прививку в ходе республиканского штаба было поручено проводить ежедневный мониторинг и оценку процесса организации проведения мероприятий по массовой вакцинации населения скажите пожалуйста вот когда вы проводите оценку на что обращаете внимание обращаем что каждый день сколько человек прививку получает и в каких точках больше масса людей подходит прививку чтоб там можно если больше туда обращается можно еще одно пункт открыть если вы например азимов бифа цен торговый центр больше подходит или рынок больше людей желающих тогда можно еще дополнительный пункт открыть а так монитор каждый день проводится мы каждый день получаем от мобильник бригад и центр семей медицины сколько за день сделано потому что у нас некоторых районов еще ночные привычные пункты работают начали сработать они тоже ночью делает утром дают нам сводку и мы подаем мере каждый день сколько сделано и по этим сделанным и как как пунктах больше получилось прививки массы мы туда хотим еще дополнительно открыть привычный пункт чтобы больше охватить население хорошо огромное вам спасибо что вы пришли к нам в студию ответили на мои вопросы уважаемые телезрители напоминаю что мы беседовали с врачом иммунологом цгсн на рынкуль урузакунова и руководителем отдела фатфы дум к рафаэлем аджи татиковым оставайтесь на лото 24 всего доброго а